Вся приграничная Украина-Россия окрасилась в желтый цвет повышенной террористической опасности. Почти 3000 километров границы Украины-России. Тревожные новости приходят из областей, граничащих с Украиной. Это Белгородская, Брянская, Курская области, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым введен высокий уровень террористической опасности. Идет информационная война. Жители этих областей пытаются запугать. Ситуация непростая, но местные службы находятся на месте. В Белгородской области органы власти перешли на круглосуточный семидневный режим работы. И сообщает об этом глава региона Вячеслав Гладков. Мы готовы к решению самых сложных задач, написал он в своем телеграм-канале. В приграничных с Украиной территориях Белгородской области усилена охрана. Количество добровольцев увеличивается вдвое. Эта часть России первой подверглась атаке ВСУ. Военный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области 29 марта. Помните, что это такое было? Да, было такое. Вроде бы даже и не заметили, как два украинских вертолета пролетели на российскую сторону. Вроде как и небо у нас не охраняется никакими ПВО. Вот так готовы россиянские службы к тому, что украинские вертолеты начнут бомбить российскую сторону. Как описывают это военные, что в тот день 29 марта украинские военнослужащие применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, использование которых запрещено международными конвенциями. В результате этих действий 8 граждан пострадало, загорел склад временной воинской части и повреждения получила военная техника. А утром 1 апреля стало известно о возгорании на нефтебазе в Белгороде, которое произошло из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ. После этого стало очевидно, что необходимо усилить систему ПВО, а до этого не было очевидно. Вы понимаете, сложно, конечно, понимать людей, которые пытаются лгать во все стороны. Да, нужно усилить систему ПВО, а перед тем, как начали военные действия, система ПВО не была в усилении. Что нужно еще для того, чтобы система ПВО работала? В данном случае она просто не сработала. А вот глава Щебекинского района Белгородской области Владимир Жданов на своей страничке ВКонтакте выступил с инициативой ради безопасности местных жителей начать рыть окопы. Ну что же, друзья, можно и начинать рыть окопы. Что же у нас получается? 100 лет назад, давайте, 1941 год. Мы возвращаемся туда же, откуда и пришли. Ура, мы победили 9 мая не за горами, однако же окопы будут рыть местные жители. Надеяться не на кого, как вы понимаете. Но не просто же так глава Щебекинского района Белгородской области призвал местных жителей начать рыть окопы. 5 апреля в Суджанском районе Курской области была предпринята попытка обстрелять из минометов погранпереход со стороны Украины, о чем сообщил губернатор Роман Старовойт. 12 апреля в Щебекинском городском округе Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Жертв и пострадавших нет. 14 апреля был обстрелян погранпункт в районе села Климов в Брянской области, а затем боевыми вертолетами украинских сил был нанесен удар по самому поселку. Были ранены опять-таки 8 человек. Вот эта цифра гуляет из одного сообщения в другое, поэтому трудно понять, что же на самом деле было. Когда местные жители спрашивают, насколько реальна угроза, что украинские силы пойдут в наступление на территорию России, то здесь кто что может ответить. Вот Леонид Петухов ответил так. Надо понимать, с кем мы воюем. Это наследники бандератцев, которые, как мы хорошо помним, после окончания Великой Отечественной войны до 1955 года всячески вредили советской власти. Они убивали не только военнослужащих, но и учителей, партийных работников, воспитателей и так далее. Но это уже идет такая агитка, на которую не хотелось бы опираться, потому что когда речь идет о безопасности, то на агитках не очень-то мы с вами вылезем. Безопасность не будет устойчивой и защищать свой народ только на одних агитках. Агитки оставьте для следующих поколений. А сейчас нужно реально приступать к тому, чтобы все-таки спасать свое население. Да пусть даже окопы рыть, но нужно что-то делать, потому что явно украинские специальные силы будут начинать наступление и на эти части. Уже если Воронеж, Курск и Брянск пострадали, то пострадают и другие районы, потому что эти города, о которых я сейчас вам сказала, они не настолько далеки от границы. Но, на мой взгляд, безопасность будет нарушена и далее в районе 250 км от границы с Украиной. Друзья, возьмите линейку, посмотрите, вы находитесь в тех самых районах 250 км от границы или нет. Тогда вы можете спокойно спать, пока на какой-то небольшой отрывок времени вы можете быть спасены. Но далее никто вам ничто уже не обещает снова. Итак, сами себе определяйте, в какой ситуации вы находитесь и где проходит граница 250 км от границы. Как разъясняется на сайте Национального антитеррористического комитета, желтый уровень опасности может вводиться не более чем на 15 суток. Это странно, да? Что это такое 15 суток на уровень опасности? Как он может вводиться, если террористическая угроза существует, а на что более 15 дней не существует? Или каким образом? Вот сейчас, если, скажем, во всех этих перечисленных городах, что мы сейчас с вами обозначили, где-то рельсы, где-то вывели из строя железнодорожные пути, это что? Не террористическая опасность? Конечно, это опасность. Ввели там желтый цвет безопасности или не ввели. Введение высокого уровня опасности не относится к мирным жителям. Им надо быть просто более внимательными. Это, как говорят специалисты, те, которые отвечают за эти районы. То люди должны быть внимательными просто к тому, что происходит вокруг. Знаете, сегодня у нас упор на одно только что. Бандеровцы, Бандеровская Украина. А просто нельзя говорить, что это спецвойска, что это просто украинцы. Почему это Бандеровцы? Мы зачем возвращаемся умом в нашу прежнюю историю? В чем дело? Какие Бандеровцы? То есть столько лет советской власти и снова о Бандеровцах. Если Бандеровцы были в прошлом веке, во время Второй мировой войны, и вся эта власть наша, которая была над нами, она не смогла ничего сделать, чтобы дезавуировать Бандеровцев. А сегодня нам снова говорят о каких-то Бандеровцах. То есть где было руководство Украины, те, которые были до этого? Где было руководство России? А где было руководство Советского Союза? Почему мы во времена Советского Союза ничего не слышали о Бандеровцах? Почему вдруг о Бандеровцах мы начали говорить тогда, когда необходимо было начинать спецоперацию России по завоеванию, по возвращению в стойло снова страны Украины, которая якобы была самостоятельной, самостийной, и здесь вдруг ее нужно назад вернуть. И в это время вдруг появились эти бандеровские силы. Откуда эти бандеровцы взялись? То есть столько лет не было, да, 80 лет их не было, а теперь они снова появились. А может быть это все-таки неадекватное отношение некоторых СМИ к тому, чтобы обозначить, или некоторых руководителей, чиновников, которые пытаются разжечь так народный гнев. А народный гнев к украинцам, ну никак нельзя разжечь, потому что это невозможно. Потому что только что все дружили, обнимались. Это была одна семья. А теперь, а как теперь разорвать эти семейные отношения? Только тем, что сказать, что они бандеровцами стали. То есть все, с кем ты обнимался, все, кого ты сегодня знал, все, с кем ты дружил, оказались не просто украинцами, а еще и бандеровцами. Вот так, друзья, и разрушаются национальные связи между народами стран. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Семен «Карацуб» Семен Семен «Карацуб» Субтитры создавал DimaTorzok